Здравствуйте, дорогие телезрители! Я очень рад, что вы сегодня снова смотрите нашу программу. На прошлой нашей программе мы начали рассматривать две первые группы или два первых лица, присутствовавших при аресте Иисуса, и рассказали о духовном значении их поведения. Сегодня мы обсудим у других лиц, как повел себя Петр, когда Иисуса пришли арестовывать, как сам Иисус на это отреагировал, и какие уроки мы можем извлечь для себя, опираясь на их поведение. Ответы на эти вопросы вы узнаете в нашей сегодняшней проповеди под названием «Возврати свой меч». Итак, Евангелие от Марка, 14 глава, 47 по 52 стих. Я попрошу вас сейчас встать и прочитать эти стихи вместе со мною. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника, «А вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писание». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернутый по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало ногой, убежал от них. Аминь. А воины пришли ночью, вооруженные кольями и мечами, чтобы схватить Иисуса в Гефсиманском саду. Аминь. Можете присаживаться. Помимо этих грубых людей, то есть храмовой стражи и воинов, посланных религиозными лидерами и предателем Иудой, там были и другие люди, и это следующий пункт нашей беседы, а вернее, следующая фигура этой драмы, если можно так назвать это историческое событие, и фигурой этой является Петр. Вот что сказано в Евангелии от Марка. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. О том, что этим человеком был Петр, мы узнаем из Евангелия от Иоанна. Там сказано, Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Здесь нам сообщается также имя этого раба. Этого беднягу звали Малх. Остальные из тех, кто был с Иисусом, когда в сад вошли воины с намерением его арестовать, остальные спутники Иисуса хотели защитить своего Господа. Как пишет Лука, бывшие же с ним. И видя к чему идет дело, то есть они поняли, что Иисуса собираются схватить. Сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом. И прежде чем Иисус смог им что-то ответить, кое-что уже произошло. В дело вмешался Петр. Он вытащил свой меч. А мы с вами прекрасно знаем Петра. Это наш любимый Петр, и мы все рады его видеть. Он исполнен эмоцией. У него есть меч, и он хватает свой меч и начинает действовать. Как-то один пастор сказал, что Петр либо очень искусно владел мечом, либо не очень хорошо им владел. Если бы он им искусно владел, то, видимо, он и собирался только отсечь ухо. Такой точный удар мог нанести только настоящий самурай. Так четко и чисто. Или же он плохо владел мечом и целился этому человеку в голову, но промазал и отсек ему только лишь одно ухо, как это часто бывает. В любом случае, мы видим здесь, как Петр взял бразды правления в свои руки. Но почему он так поступил? Потому что он сам хотел урегулировать эту проблему. Вероятно, в тот момент он был все еще очень уверен в себе. Незадолго до этого он сказал Иисусу, если все соблазнятся, то только не я. И вот, наконец, он смог продемонстрировать, что он имел в виду. Он хотел дать понять, что он держит свое слово. Он взял бразды правления в свои руки. И такое поведение, разумеется, в чем-то напоминает нам, нас самих. Как часто мы бываем нетерпеливы и пытаемся выхватить у нашего Господа руль. А ведь если пассажир попытается выхватить руль у водителя, это будет худшее, что может произойти с водителем. Мы считаем, что все вопросы нужно решить рациональнее, быстрее и целеустремленнее. К чему нам церемониться? Нужно поступить половчее. Мы хотим поскорее разобраться с нашими проблемами. Я прекрасно это знаю по себе. Давление становится все сильнее. Я хочу уменьшить проблему. Бывает так, что вы отправляете куда-нибудь какой-нибудь жалкий имейл, а три дня спустя ломаете себе голову. Зачем я это сделал? Мы хотим взять бразды правления в свои руки. Мы хотим собственноручно исполнить Господне обещание. Ведь Бог может и опоздать. Вчера мой отец как раз провел молебен о жизни по Слову Божьему. В нем он упомянул пример Авраама, который в преклонном возрасте, несмотря на все Божьи обещания, так и не имел потомства. Тогда-то его жене Сари и пришла в голову эта странная идея, что он может переспать с ее служанкой. Она думала, что таким образом они поспособствуют исполнению Божьего обещания. И у Авраама родится сын. Авраам лег с ее служанкой Агарью, и у той в итоге родился сын. Но из-за этого греха в их семье произошел большой кризис. Из-за которого они чуть было не расстались. Это была настоящая катастрофа. А все почему? Да потому что Авраам и Сара не могли терпеливо ожидать исполнения Божьего обещания. То же самое было и с Петром, и возможно с вами тоже. «Разве вы никогда не думали?» «Если Бог не исполнит своих обещаний, то тогда я возьму командование на себя». И вот циничный имейл уже отправлен, дерзкий звонок сделан, злое слово сказано, «Коварный план подготовлен». Но Иисус свистнул и отозвал Петра назад. Об этом мы можем прочитать у Матфея. «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, убери его, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думай, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов. Как же сбудутся Писания, что так должно быть? «Возврати меч твой, уповайте на Бога». Не желаете ли вы обрести покой в своем нетерпении? Я верю, что глубоко в сердце мы желаем именно этого. Мы желаем этого среди всего, что давит на нас в этой жизни. И давит на нас все сильнее. Сроки истекают, ничего не проясняется. Мы хотим найти выход из этой ситуации, да, побыстрее. А в Библии, в послании к римлянам сказано, «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Нам нужно терпение. И тогда мы часто хватаемся не за то оружие. Например, Петр схватился за меч, и это было неправильно. И мы от нетерпения тоже часто прибегаем к ложным средствам. Но Иисус поправил не только Петра, но и всех нас. Он сказал, «Мое царствование от мира сего, возврати свой меч». Оружие наших битв – это не мечи и винтовки. Это не злые слова и не коварные планы. Наше оружие в наших ежедневных битвах – это слово Божие и молитва. Это и есть наше оружие. Вот почему Павел и писал, «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие, и снова всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». Я прекрасно знаю, как это бывает. Порой вы ощущаете себя такими незначительными, поэтому мы достаем свои мечи и начинаем ими размахиваться. На самом же деле у нас всего достаточно. Это и есть наше оружие. Бог выстраивает свое царство не тем оружием, каким это обычно делают, а своим словом и молитвой. И в этом вы тоже можете найти утешение, если вас сейчас уличили в поспешности и рвении. Даже когда Петр взялся за оружие и попытался взять дело в свои руки, поведя себя нетерпеливо и не желая ожидать наступления Божьего времени, Бог не позволил рвению своего дитя поменять свои планы. У Бога все под контролем. У него есть великий план, и он действует в соответствии с ним. Мы постоянно прыгаем с одного на другое, но у Бога все просчитано. В нашем сегодняшнем отрывке Петр стал размахивать мечом и отсек ухо Малху. Из Евангелия от Луки нам известно, что Иисус коснулся ухом Малха и излечил его. А из всего Священного Писания мы знаем, что Петр своими действиями не смог помешать Божьим планам. И в итоге Иисуса схватили. Он в итоге оказался на кресте. По крайней мере, мне это дает утешение. И вас, как детей Божьих, это тоже должно утешить. И если вы понимаете, что ведете чересчур активные действия, то помните, Бог милостив, и тем самым Он исполняет свой план. Будучи Божьими детьми, вы можете порадоваться тому, что даже те ошибки, которые вы совершили в своем нетерпении, не нарушат Божьих благих планов. И последнее на сегодня. Разумеется, мы уже рассмотрели воинов, мы рассмотрели Иуду, мы рассмотрели Петра, и теперь нам осталось рассмотреть всего одно действующее лицо этой истории – самого Иисуса Христа, вокруг которого все в этой истории и вертится. Вот что сказано в нашем сегодняшнем отрывке. «Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня, но да сбудутся Писания». В тот момент Иисуса окружали трусливые продажные люди – жестокие римляне и один жалкий предатель. Он столкнулся с силами тьмы. И что же он сказал? Как отреагировал на это? Он спросил. Он начал с того, что спросил, почему вы пришли только сейчас? Вы же знали, что в последние дни я много времени проводил в храме. Вы могли меня там спокойно арестовать. Почему вы не сделали этого позавчера? Почему вы не сделали этого в понедельник? Почему вы пришли сейчас с кольями и мечами? Тем самым вы открыли для всех свое лицемерие. Это первое, что мы видим. Во-вторых, мы понимаем, что Иисус не был беспомощной жертвой, застигнутой этой толпой людей врасплох. Иисус не был застигнут врасплох. Чуть ранее. Мы уже разобрали, что он вел ожесточенную духовную битву. Когда он в третий раз застал своих учеников спящими, о чем также было сказано ранее. Он сказал, кончено, пришел час. Вот предается сын человеческий в руки грешников. Иисус знал, что вот он, этот час, и пришел. Особый акцент на этом моменте сделан в Евангелии от Иоанна. Там сказано, еще не пришел час его. Всякий раз, когда Иисуса пытались схватить до этого, в Библии говорилось, что его час еще не пришел. И вот он наконец пришел. И Иисус знал об этом. Он очень решительно пошел на крест, несмотря на весь страх, несмотря на все ужасы, несмотря на всю борьбу. Если мы повнимательнее рассмотрим Иисуса в этот момент, мы увидим, что он действовал очень решительно. Он не был удивлен. Он не ощущал себя жертвой, не знавшей, что с ней произойдет. Он не выглядел беспомощным. Нет, нет, он осознанно пошел на это. Вот почему он и сказал своим ученикам, встаньте. Именно такими были его последние слова, прежде чем туда ввалилась эта толпа. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. Эта ужасная духовная битва укрепила его, и он сказал, встаньте. Я должен встретиться с тем, что должно произойти. И в тот же момент, пока он еще говорил эти слова, вошел Иуда. Поймите, Иисус не был беспомощной жертвой, ощущавший себя беззащитной, оказавшись в руках у тьмы. Он всегда действовал как правитель и царь. Он вступил на этот последний отрезок пути, с одной стороны, со страхом и трепетом, но с другой стороны, он сделал это с решимостью. Он понимал, что впереди его ждет радость, которая будет ему великой наградой, и поэтому знал, что не нужно идти в обход. То, что он знал об этом, мы понимаем из Библии. В Евангелии от Марка сказано, ибо учил своих учеников и говорил им. Это было еще до рассматриваемых нами событий, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не уразумели сих слов, а спросить его боялись. Иисус был хозяином положения. И третье, что мы можем увидеть. Иисус, в конце концов, оказался в одиночестве. Вот что мы читаем о нем. Тогда, оставив его, все бежали. Все ушли. И Петр тоже. Иисус знал, что так произойдет. Ибо чуть ранее он сам сказал им. Все вы, то есть ученики, соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо у пророков написано. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Ученики до последнего надеялись на чудо. Они верили, что их учитель сможет ускользнуть от этой толпы. И когда чудо не произошло, они ушли прочь. Неужели они лишились всякой смелости? Неужели их обещание умереть вместе с их учителем, но не предать и не оставить его, развеялось по ветру? Кто мы такие? Чтобы показывать пальцем на учеников. Мы не должны так делать. Мне кажется, что из этого мы можем извлечь для себя важный урок. Мы должны быть осторожны и не рассчитывать чересчур на свои силы. Потому что никто не знает, как мы сами отреагируем, если наши убеждения подвергнутся серьезной проверке. Что мы сделаем тогда? Как себя поведем? Что скажем? Поэтому нам не следует задирать нос, а следует быть поскромнее. Мы не должны делать поспешных выводов и осуждать других христиан. Ибо в конце концов, даже наш Господь был оставлен двенадцатью избранными им апостолами. И все же он не был оставлен именно всегда. Через покаяние и прощение они вернулись назад, по крайней мере, одиннадцать из них. И они стали столпами церкви. Тогда, оставив его, все бежали. Но потом мы видим небольшое дополнение. Вы заметили его? Оно находится в пятьдесят первом и пятьдесят втором стихах. Когда я читал их, готовясь к сегодняшней проповеди, я не обратил на сказанное там особого пристального внимания. Был один юноша, который последовал за ним. Он завернулся в льняное покрывало. А дело происходило ночью. Мы не знаем, кто это был. Это очень интересно. Я не требую от вас, чтобы вы вступали в дискуссию о том, кем мог быть этот юноша. Так что можете забыть об этом. Его имени не осталось в истории. Поэтому мы никогда не узнаем, кто же это был. Некоторые считают, что им мог быть Марк, ведь льняное покрывало свидетельствовало о том, что это был богатый человек. А может быть, это был какой-то не очень известный последователь Иисуса, который случайно узнал о происходящем. Возможно, он вылез из кровати и последовал за воинами, а в покрывале он был, потому что только его и успел накинуть на себя. Он шел за ними на расстояние, но потом случайно подошел слишком близко, и тогда его схватили и стали спрашивать, «Ты тоже один из них?» И тогда он бросился бежать, а его покрывало осталось в руках у солдат. Он просто убежал. Библия подчеркивает, что он ногой убежал от них. Он так и бежал по улицам Иерусалима. Да, все так оно и было. Но речь сейчас не о том, кто это был, а о том, что благодаря этому эпизоду мы понимаем, что Иисус был один. Не только его ученики его оставили, но и те, кто был не так близок к нему. Мы можем видеть это на примере этого юноша, которого интересовал Иисус, но и он в итоге убежал. А это означает, что Иисусу знакома боль одиночества. Для вас, детей Божьих, это должно стать утешением, особенно в эти дни. Иисусу знакома боль одиночества. Ему знакома. «Каково это, когда ваши друзья и близкие предают вас, а ваши спутники вас покидают». Итак, нашего Господа увели в ночь. Они увели Его невиновный. Он был различными инстанциями приговорен к смертной казни на ускоренном судебном заседании. Он пошел по направлению к кресту с полным осознанием того, что Он делал, чтобы заплатить там за ваши и мои грехи, чтобы пролить там свою драгоценную кровь, чтобы стать заместительной жертвой за нас, чтобы мы обрели искупление и прощение всех наших грехов. И мы радуемся этому. Мы ликуем по этому поводу и благодарим за это нашего Господа. Ибо Он прошел весь этот путь до самого креста. Он выпил эту чашу до дна. Мы хотим нести людям благую и утешающую весть о том, что Иисус Христос ждет верующих на небесах. А также мы оказываем и конкретную помощь нуждающимся в ней на всех континентах нашей планеты через наши гуманитарные и диаконические проекты. Бог с уверенностью говорит, что Его дети перетерпят все до самого конца, но при этом для людей, оказавшихся в трудной ситуации, важна и конкретная помощь братьев-христиан. Наша Церковь тоже оказывает такую помощь посредством гуманитарных проектов во многих странах мира. Сейчас мы покажем вам небольшой сюжет о том, как такая помощь стала настоящим благословением для жителей Замбии. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok